Здравствуйте! Очень приятно наконец-то быть на связи. Меня уже представили и представили мою тему, поэтому я, наверное, включу презентацию, раз все равно меня не слышно. Точнее, все равно, поскольку меня не видно, извиняюсь. Это не так страшно. Давайте посмотрим презентацию. Итак, мой доклад посвящен нишевым сетевым изданиям и тому, как на них можно заработать. Во-первых, конечно, нишевые сетевые издания обладают определенной спецификой. То есть они всегда посвящены какой-то достаточно узкой теме, они являются отражением определенного интереса или хобби, как правило, рассчитаны на достаточно узкую группу читателей или зрителей. В этом есть и плюсы, и минусы. Ну, что касается монетизации, то, во-первых, зачастую автор данного издания, его создатель, он готов об этом писать с утра и до вечера совершенно бесплатно, поскольку это его, в общем, интерес. Но если это не приносит дохода, то человек вынужден отвлекаться на посторонние заработки и проект часто затухает, поэтому вопрос о монетизации должен быть поставлен как можно раньше, его надо решить, пока не сяк запал и запас сил. Я подготовила примеры того, как можно заработать. Ну и пара слов о том, почему я выбрала эту тему. У меня есть свое нишевое сетевое издание, вот так оно выглядит, и вот так выглядит выпуск. Поэтому, в общем, это мой личный интерес, и мне самой важно собрать какие-то идеи, может быть, когда у вас будут в конце комментарии. Итак, в общем, как можно заработать? Классические способы — это реклама и продажа выпусков. Но что касается именно сетевых и нишевых изданий, то реклама, да, это работает, а продажи выпусков, к сожалению, нет, потому что интернет, он формировался как свободное пространство, и люди чаще всего негативно относятся к идее, когда их просят что-то заплатить. Да, есть успешные тоже примеры, как зарабатывают на выпусках, но это все же исключение из практики. Надо представить что-то действительно уникальное, и надо выйти вперед на рынке, чтобы это стало возможным. Что еще бывает? Бывают спонсорские публикации, то есть когда реклама гримируется под нормальную обычную публикацию. Ну вот у меня пример, значит, примеры я привожу из моей сферы. Это эзотерика, она, естественно, специфическая, но на самом деле все вот эти возможности для заработка, они возможны для любых нишевых изданий. То есть можно взять любую тему, а тема это никак не зависит. Вот газета «Оракул», она всегда была наполнена спонсорскими публикациями. В принципе, до 100% это доходит у них. Продажа каких-то сопутствующих товаров, которые относятся, опять же, к сфере данной деятельности. Предоставление услуг, тоже относящихся к сфере. Какие-то списки и базы данных. Ну, например, топ предприятий отрасли, списки мероприятий по своей тематике на будущий месяц. Ну, вот, например, в нашей деятельности предоставляется рейтинг сайтов по соответствующей теме. Да, для посетителей эта информация бесплатная, а вот для сайтов, которые сюда внесены, скорее всего, это платно и, скорее всего, это заработок. Сбор пожертвований. Это самое простое, чтобы организовать, но самое сложное, чтобы что-то получить. Печатная версия. Тоже некоторые выпускают. Ну, в общем, это тоже классика. Членство в какой-то организации, которая предоставляет дополнительные услуги. Ну, вот, например, журнал «Опокрив», он принадлежит телемитам, и здесь есть членство в организации. И я знаю, что организация предоставляет услуги и бесплатные, и весьма дорогие. Мероприятия. Ну, в данной ситуации, вот то, что я привожу как пример, здесь бесплатные мероприятия, но чаще всего они бывают платными. Это те варианты, которые реально существуют в моей сфере деятельности. Спасибо за внимание, спасибо за терпение. Если есть какие-то вопросы, какие-то еще идеи, то я с удовольствием их обсужу. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, вопросы и идеи. Если можно, я начну, наверное. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое за тему. Меня слышно? Да. Да, у меня сели наушники. Спасибо большое за тему. Очень интересно эзотерику изучать научными методами. Никогда бы не подумала, что и такие доклады у нас будут. У меня, наверное, первый вопрос, который касается непосредственно операционализации того, что вы считаете рекламой. Потому что, откровенно говоря, и реклама, она бывает разная. Она бывает нативная, она бывает и в спецпроектов, ну и, соответственно, сами спецпроекты со СМИ тоже бывают разные. Вот здесь очень интересно, почему вы пошли, ну, другим путем, скорее интуитивно, от обратного рекламы, которая есть, а не от какой-то изначальной категоризации того, что в медиа может восприниматься как реклама или какие-то спонсорские проекты. Если можно, прокомментируйте, пожалуйста. Очень интересно, почему так. Реклама, конечно, есть разная. Да, я ее здесь не детализировала для того, чтобы сосредоточиться на каких-то других, ну, менее стандартных способах заработка. Потому что, ну, реклама — это своего рода классика, это всем понятно. То есть, конечно, можно было сказать, что, допустим, там, если в сети, то в первую очередь это баннеры, это реклама, которая вставляется внутрь текстов, это реклама, которая, скажем, гримируется под текст и тоже, значит, вставляется ссылкой. Еще там всевозможные виды рекламы, это тоже, да, это можно сделать. Ну, в общем, мне было просто интересно придумать что-то новое помимо рекламы скорее. Угу. Интересно. А теоретическая рамка какая-то была у исследования? Или она у вас чисто практикоориентированная? Она больше практикоориентированная, конечно, потому что мне интересно действительно именно как заработать, а не теоретизировать на эту тему. То есть я больше собирала именно практические методы, именно заработка. Да, и, кстати, я не изучаю эзотерику научными методами, то есть у меня акцент на том, что это именно нишевое сетевое издание. Да, я привожу примеры из своей сферы, ну, потому что мне это близко и потому что я и в ней разбираюсь, я могу привести примеры достаточно легко и просто. Но я всегда подчеркиваю, что можно взять абсолютно любое нишевое издание. Вы можете взять что-то, я не знаю, о моде, о косметике, о спорте, о чем угодно, о компьютерах. То есть и все вот эти возможности, они здесь тоже имеют место. То есть я все-таки говорю-то о журналистике. Да, 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 я вас поняла, Ольга. Вы знаете, я просто, мне кажется, что здесь такое немножко, ну, скажем так, передергивание происходит, да, немного перекос. Если вы говорите о том, что эти инструменты монетизации универсальны для каждого СМИ, тогда получается, что вне зависимости от специфики у вас просто категория нишевой СМИ, по сути, формально означает, что там одинаковые правила игры по монетизации. А ведь они могут меняться в зависимости от тематики. Вполне вероятно, что вам здесь как раз надо будет смотреть на объем рынка, на тематику, на специфику, на еще какие-то факторы, которые также влияют на то, какой из инструментов монетизации может сработать в большей или меньшей степени. Потому что это, ну, ограничение следует определенно. Возможно, это сильно не работает. Да, конечно, здесь я согласна. То есть где-то что-то срабатывает лучше, что-то срабатывает хуже. Ну, скажем, вот такая вещь, как сбор пожертвований, конечно, будет работать намного лучше. Ну, допустим, в изданиях религиозных или в тех же эзотерических, нежели, скажем, в изданиях о спорте или о моде. То есть, ну, а, допустим, продажа товаров, может быть, как раз в изданиях о моде будет больше востребовано. Но все вот эти вариации, они, в принципе, все равно возможны в любомнейшем издании. Возможно, вам просто несколько нужно взять изданий, ну, разной специфики, чтобы перепроверить, чтобы это было не заключением, да, а фактически подтверденными выводами. Тогда это какую-то экстраполяцию результатов могло бы подразумевать. Вот, и это можно было бы использовать уже как практический инструмент. Спасибо. Спасибо. Александр Ставич? Да. Ольга, спасибо за сообщение. Я хочу сказать, что, скажем так, вы вступили на тот путь, который волнует практически все сравнительно небольшие медийные, даже и крупные медийные структуры, потому что, особенно традиционные медиа, хотя у вас там, мы не можем отнести ваш проект к традиционным медиам, но тем не менее, идет два процесса, происходит два процесса сейчас, но в России, во всяком случае, они очень четко видны. Ну, значит, если рассматривать традиционные источники дохода, то, по сути дела, таких крупных полей, в каждом из которых там много разных, разных видов, их два. Значит, то, что вы сказали, это потребительская сторона, то есть покупка в розницу, но это чаще у печатных СМИ происходит, розничная продажа и подписка, либо это рекламная модель, которая в последнее время дает сбои все больше и больше для традиционных СМИ, и вот последние, если посмотреть оценки рекламы за 2019 год в России, мы видим снижение и у телевидения, и у радио, и у прессы несчастных, которые там все сильнее падают, увеличивается только в интернете, но интернет на себя забирает в основном крупные игроки, это поисковики, туда идет реклама в большей степени, и какие-то сайты, которые, ну, к нишам точно уж мы не отнесем. Вот это общая тенденция. Вот если к этим двум источникам еще добавить дотационные схемы, потому что есть государственные СМИ, в последнее время мы наблюдаем то, что в холдингах, там, где есть сильные какие-то игроки, сильные ресурсы, так скажем, или сильные активы, по-разному можно это все называть, то они часто датируют какие-то издания нишевые, именно для того, чтобы иметь возможность и продвижения, и, как бы, расширения аудитории для, там, самых разнообразных целей. Вот, ваш покорный слух следовал на примере радио, это, ну, уже, правда, несколько времени прошло, где-то в 2012 году примерно это было, и мы провели огромный опрос экспертный, ну, как огромный, достаточно большой опрос, практически опросили всех руководителей всех крупнейших радиостанций, часть региональных радиостанций, с вопросом, как они зарабатывают деньги, какие источники дохода используют, я хочу вам сделать такое открытие, для вас будет открытие. Мы насчитали порядка 60 разных способов зарабатывания денег, которые мы классифицировали. У меня на эту тему есть статья в журнале «Реклама. Теория и практика», в свое время опубликованная, и там вырисовалась очень четкая типология по трем основаниям. Значит, одно основание – это деловые потребительские источники, ну, в данном случае это реклама или вот розничная продажа, да, покупка. Дальше есть другое основание, которое можно назвать профильные и непрофильные источники, вот, но в редуцированном виде вот те эксперты, с которыми мы имели дело, они рекламу все-таки выделяют как нечто особенное, хотя с нашей точки зрения это один из деловых способов, кроме него есть другие. Вот, значит, вот эта такая позиция, она приводит к очень большому числу разных совершенно форм, разных источников дохода, и вот то, что было только что сказано, что надо учитывать специфику, приведу такой пример. Например, музыкальные радиостанции зарабатывают часто деньги тем, что устраивают огромные фестивали. Ну, самый яркий пример это нашествие, наше радио, которое собирает там колоссальные аудитории, там есть входной билет, он стоит денег, причем они часто берут деньги и с аудиторией, да, те, кто присутствует на этих праздниках, и с участников, которые тоже там какие-то деньги вносят, для того, чтобы потом по радио их передали, транслировали, то есть это получается вот очень такой неплохой источник дохода. Чего нельзя сказать, например, об информационных станциях, они не могут провести такую вот акцию. Они проводят акцию, например, в следующем году, они устраивают какую-нибудь конференцию с огромным, значит, с огромной ценой за вход, ну, например, там, тысяча долларов участия, просто присутствия на этой конференции. Вот вы заплатили, приходите, ну, вам гарантирован какой-то пакет материалов, выступлений, приглашают там крупнейших специалистов и так далее, но это тоже становится таким вот направлением. И это и то, и другое можно отнести к разделу, ну, с одной стороны, событийный маркетинг, но с другой стороны, это не просто маркетинг, а это еще и способ монетизации. Дальше. Вот сегодня ехал сюда, слушал радио «Орфей» классической музыки. Я очень люблю эту станцию, с ней сотрудничаю. И вдруг я слышу следующее. Значит, они совместно с какой-то турфирмой, не запомнил название, организуют акцию, приглашают в Шотландию ехать, и в Шотландии проводят экскурсии по местам, связанным с музыкой. Вот вам еще один способ монетизации, то есть они уходят в турбизнес совместно с туристическими предприятиями, с туристическими агентствами и организуют такие нишевые, выражаясь вот этим языком, экскурсии, которые непосредственно связаны с тематикой вот этого СМИ. И вот, еще раз повторяю, мы обнаружили таких вот форм больше 60, их очень много. Вот. Но они так или иначе связаны с профилем. То есть это профильные, да? Вот я говорил, что есть еще непрофильные. Непрофильные, например, многие СМИ просто сдают в аренду свои помещения. Просто элементарно. Если они у них есть, если они как бы имеют на это право, потому что не всегда это право у них имеется. Так что, если вам это интересно, почитайте статью и, в общем, вы сможете увидеть, что там гораздо больше всего, чем то, что вам удалось пока обнаружить. Спасибо большое. Это очень важно. У меня все это записывается, поэтому я, конечно, посмотрю, поскольку это все важное для меня лично. Спасибо, коллеги.